Краснозеленок, 17, поедете по городу? Диспетчерская служба одного из операторов такси в Анапе. Офис находится в городе. Предприятию в этом году исполнилось 20 лет. Начинали работать на рациях. Лет 10 назад с развитием мобильной связи и интернета поездка на такси утратила все признаки особого ритуала. Более того, лицензированный таксист на месте выдаст чек, как в обычном магазине. Примерно за пятую часть выручки компания обеспечивает таксисту непрерывный поток клиентов. Даже осенью или зимой. Берут не каждого. Должна быть лицензия. Водители должны знать местность и не относиться к работе, как к охоте или рыбалке. Такси – это прежде всего сервис. На этом настаивают и городской администрации. Безопасность – это прежде всего. Потому что человек, который работает на, скажем так, легальном такси, который проходит все медицинские осмотры, проходит технические осмотры, имеется договор у него с фирмой на обслуживание, если это идет по заказу. И проследить всю схему его движения очень легко. С ним легко будет найти, во-первых, его найти в случае потери вещей. Если это фирма, значит все забытые и потерянные вещи передаются уже на фирму. Сегодня в городе действует 942 лицензии таксиста. Примерно на 200 больше, чем в прошлом году. Увеличение соизмеримо с числом выявленных нелегалов. С начала года в ходе совместных рейдов полиции и транспортного отдела составлено около 230 протоколов. Большая часть – за работу без лицензии. Такая статистика говорит о правильно подобранных аргументах. Даже чисто технически легально выгодно чем идти? Ну, во-первых, в Анапе очень большие пробки летом, согласитесь. А легальным такси разрешен проезд по выледеной полосе. То есть камера его такси легальная не считывает. Ну, как считывает, но она видит, что это лицензия в базе забита. Человек просто, напросто, очень быстро доставляет клиента до места. В то время как нелегал, он будет стоять в пробке и выдавать такие круги, даже не по счетчику, какие там счетчики. Штраф за нелегальный извоз составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Пойманный нелегал оплачивает эвакуатор. Место на штрафной стоянке бесплатно, но заседание суда можно ожидать неделями, а это вынужденный простой и упущенная выгода. При этом лицензия на 5 лет стоит 3,5 тысячи рублей. Получить ее можно через единое окно многофункционального центра. Сегодня уже есть примеры, когда одиночки приобретают лицензию для того, чтобы работать летом. КОНЕЦ